Добрый день! Сегодня мы наконец-то рассмотрим кубик X-Man Shadow V2M от компании Chiai. Очень долго у меня лежит, долго тестируется. Наверное, время пришло. Здесь на фоне у нас конкуренты, магнитные кубики топового сегмента. Упаковка чем-то особенным не выделяется. Обычная, классическая. Выдвигаем. Здесь кубик, пластиковая подставка и конвертик, в котором... Так, находим карточки. Раз, два, три, четыре. Так, и это, видимо, инструкция. С этой стороны достижения на кубиках X-Man. Никаких подставок, мешочков, запасных магнитов, ничего нет. На коробке мы также видим, что доступна версия в черном пластике с наклейками и цветная. У нас из цветного пластика. Код товара XMD004. Это вторая версия и разумно, конечно, ее сравнить с первой. X-Man Shadow ранее имел золотой логотип, пока тот не выцвел. Логотипчик раньше наклеен, сейчас напечатан и уже не золотой, а черный. Возможно, черный цвет лучше держится, но, скорее всего, просто хотели сделать разные, так как кубики визуально-то похожи. Но что все-таки поменялось? Shadow первый был 65 мм, второй 64 мм. Это сейчас самая компактная шестерка. Мы видим, что отверстия между элементами стали побольше. Это заметно и понятно, почему это произошло. Если мы вспомним MGC, там уже наметилась такая тенденция. Раз она показала себя хорошо, почему бы не использовать и в своем новом кубике. Второй Shadow легче на 30 граммов, чем первая версия. И примерно грамм на 15 легче, чем MGC. Опять же, самая маленькая и самая легкая шестерка. Shadow первый, это вообще самый первый магнитный кубик 6х6. И на нем у меня больше всего сборок выполнено. Это единственный куб 6х6, на котором я открутил 1000 сборок. Он прошел со мной большинство соревнований. И до 1000 оставалось сборок 40-50. И пока ехала вторая версия, я их докрутил. Ну и понял, что время, наверное, кубика Shadow прошло. На нем до сих пор можно собирать хорошо, но тот же MGC, который у меня уже был на тот момент, быстрее, комфортнее. И на нем результаты у меня были лучше. Я не особо спешил делать это видео. Меня многие спрашивали, когда же, когда же. Я выскажу свое мнение. Но первые впечатления от кубика Shadow 2 у меня были не очень. Из коробки он крутился не совсем приятно и явно вступал конкурентам. Я специально выполнил на всех топовых шестерках какое-то количество сборок, чтобы объективно оценить, кто же все-таки лучше. А ООШ и GTS-M как мне не нравился, так и не стал нравиться. Поэтому его пока я рассматривать не буду. Хотя кому-то он по душе. Мне почему-то не зашел. Какой-то он слишком вялый. Shadow 1 версии уже по сравнению со свежими моделями как-то туговат. Возможно, время на нем сказалось. И с ним что-то нужно перенастроить, смазать, почистить. Но опять же, хочется вращать новые кубы. Кстати, если обратить внимание, на старом Shadow рельсы скромные. То есть одна полосочка. А на новом мы их наделали от души. И на ребрах, и на углах. Их сделали даже больше, чем на MGC. Ну, эффект есть. В итоге, на данном моменте я вижу два конкурента в топовом сегменте 6х6. MGC и Shadow V2M. Причем MGC почти в два раза дешевле. Давайте же перемешаем кубик. Цвета давайте сравним еще с предыдущей версией. Мы видим, что оттенки немного отличаются. Не сильно, но отличие какое-то есть. Опять же, возможно, это от времени. На второй версии кажется, немного более сочный синий. Ну, желтый похож. Ну, незначительно, но что-то есть. Но с тем же MGC разница уже более ощутимая. Красный потемнее. Синий потемнее. Оранжевый. Ну, какой-то другой. Пеленый. Белый. Давайте перемешаем. Да посмотрим. Я открутил много сборок. Ну, далеко не все из них были на таймер. Но те, которые были, я сравнил с остальными кубами. И результаты примерно на уровне MGC. В среднем я собираю шестерку. 3.30, 3.40, 3.20. Ну, меньше трех у меня, по-моему, сборок не было еще. Вращается хорошо. Первые вращения этого кубика были очень тугими и несбалансированными. Но 10 сборок, 20, 30, 40, 50. И кубик приобрел вращение, которое меня устраивает. Поэтому я стараюсь никогда не судить по головоломке из коробки. Ну, если речь идет о скоростной. То, что размер чуть меньше, чувствуется, но не так сильно. И ощутить это можно скорее, покрутив Shadow V2 и потом взяв MGC. То есть, чуть-чуть покрупнее. Ну, будем честны, если мы возьмем старый Shadow и MGC, то он уже кажется чуть крупнее. Хотя у них заявлен одинаковый размер. А Shadow V2 еще на миллиметр меньше. Так что, ну, чуть-чуть дочувствуется. Опять же, если вы будете собирать только MGC, вы горе знать не будете. И не обратите внимания, что в какой-то где-то кубик есть чуть меньше. Давайте соберем потихоньку этот 6х6. Начнем с белого. И в процессе расскажу такие здесь особенности. Особенности здесь такие, что это более контролируемый куб по сравнению с MGC. Скорость не уступает. Но поначалу особенно этот контроль немного мешал. Он был чрезмерным, пока кубик до конца не притерся. Я в него, не жалея, заливал белую мару. И, возможно, это сказалось положительно на моих впечатлениях. Так, собираем желтый. Желтый готов. Дальше какой-нибудь синий. Контроль. Есть. И контроль, наверное, самый сильный даже по сравнению с Shadow 1 версии. Но Shadow 1, она, в принципе, шестерка такая сильно контролируемая. Она такая плотная. Ну, возможно, у меня так настроена. Меня когда-то это устраивало. Shadow 2, кажется, немного более расхлябанный, если его так потянуть. Примерно как и MGC настройка. Но контроль из-за магнитов достаточно серьезный. Здесь чувствуется, как схватывают магниты. Особенно вот эти. Крайние чуть полегче. А вот средние слои прям хорошо схватывают. Ну, наверное, хорошо. И кому-то это понравится. Но нужно к этому привыкнуть. Так. Синий. Дособираем. Три центра готова. Собираем красный. Так. Еще одна полоска. Так. И остается у нас два. Зеленый и оранжевый. Удобные две полоски. Собираем третью и четвертую. Переходим на ребра. И здесь уже можно оценить вращение крайних слоев. И опять же. На первых сборках казалось, что средние слои очень тугие, а крайние какие-то слегка вялые. Магнитные усилия крайних и средних, естественно, отличаются. И пока кубик был еще не притерт, вот этот дисбаланс очень хорошо чувствовался. Средние сильнее, крайние слабее. Позже это выровнялось. Так что не пугайтесь, если вы из коробки достали свой Shadow V2, и он какой-то не такой. Открутите сборок 50, смажьте. Не трогайте пока винты. И, возможно, вы... Это невозможно. Скорее всего, ваше мнение поменяется, как и мое. А изначально, когда меня спрашивали в комментариях, что я думаю, я говорил, что пока кубик тестируется, но он пока ничуть не лучше MGC. Сейчас же я готов сказать, что Shadow V2 на уровне с MGC. И если у вас есть MGC, и он вас полностью устраивает, то особой необходимости в покупке Shadow V2 нет. Если у вас нет никакого кубика, и вы хотите себе первый топовый куб, магнитный, естественно, то MGC, опять же, остается отличным вариантом. Особой нужды переплачивать за Shadow V2 я не вижу. Но, если вас MGC по каким-то параметрам не устраивает, к примеру, у вас есть 5 на 5, и он кажется слишком рыхлым, каким-то нестабильным, или тот же 6 на 6 у вас разъезжается в руках, и вы не можете его нормально настроить, и вам требуется дополнительный контроль, то да, наверное, Shadow V2 будет актуален. Сейчас на нем я собираю вполне комфортно. Не знаю, откручу ли я на нем в ближайшее время тысячу сборок. Маловероятно. На биг-кубах это не так просто. Активно я их особо не тренирую сейчас. Соревнований нет. По крайней мере, поблизости от Тамбова, куда я мог бы доехать на автомобиле. Но, как будут, так буду вращать активнее. А пока ожидаем. Остается последние 4 ребра. Так, собираем белый-оранжевый. Желтый-красный. Сейчас я специально выйду на паритетную ситуацию, которая на самом деле не паритет, но есть, чтобы просто прокрутить алгоритм на 6 на 6. Так, ну и собираем этап 3 на 3. Так, что здесь есть? Зелено-красное. Зелено-оранжевое. Синий-красный. Комфортно все вращается. А вот очень редко можно вот такую ситуацию обнаружить, если поторопиться. Но, опять же, обратно делаем движение, и все получается. Так, LL и Pirell. Кубик достаточно стабилен. Ни разу у меня не вылетели элементы, но также у меня они не вылетали и на MGC. Хотя кто-то на это жалуется. Shadow V2 гораздо стабильнее, чем MGC. Если вам это требуется, то данная модель, наверное, вам подойдет больше. Подведем итоги. Это два достойных кубика. По скорости примерно одинаковые, но Shadow V2 гораздо стабильнее и более контролируемый. Чуть меньше по размеру, чуть легче, но и в два раза дороже. Я до сих пор считаю очень удачной линейкой кубов MGC, начиная с 4х4 до 7х7. Четверка вообще отличная. Время от времени ее беру в руки, просто ради удовольствия покрутить. Ну и сейчас как раз Мастер Морфикс 4х4 обучающий видео снимал. Именно на нем показывал какие-то алгоритмы и проверял ситуации. Так что если вам нужен первый топовый куб магнитный, MGC замечательный вариант. Если нужно что-то более стабильное, контролируемое и в эстет, то Shadow V2 подойдет больше. Я, наверное, пока покручу на Shadow. Его вращение какое-то такое более благородное. Это не значит, что MGC мне разонравился, просто хочется каких-то новых ощущений. А так оба кубика отличные. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.